До одного из главных государственных праздников Дня Независимости остается меньше двух недель. Традиционно в канун таких важных событий в Гродно стараются приурочить открытие значимых социальных объектов и нынешний год не исключение. Один из долгожданных подарков в этот раз получат жители микрорайона Колбасино. Строительство этого микрорайона началось в 2016 году. Именно здесь впервые в Беларуси были возведены так называемые «живые дома», особенностью которых стала планировка, которую можно было менять буквально по ходу строительства. Параллельно со строительством жилых квадратов новый район прирастал инфраструктурой. Единственным неудобством оставалась недостаточно развитая транспортная сеть. Автобусы курсировали тут строго по расписанию, а вот троллейбусные остановки находились на значительном отдалении от молодого микрорайона. На днях специалисты протянули контактные линии до окраины Гродно. И уже через две недели тут начнет курсировать электрический транспорт. Продление троллейбусных маршрутов номер 7 и 14 планируется торжественно открыть ко Дню независимости. Продолжение следует...